Приятного доклада и, Ярослав, тебе слово. Спасибо большое, Леша. Меня зовут Ярослав, я работаю в компании Atwix. Всем добрый вечер. И сегодня хочу поговорить о таком интересном топике, как BWA. И в первую очередь хочу подметить, что я не буду сегодня рассказывать, какие мы молодцы, потому что сделали BWA проект, или какой BWA хороший, хотя мы, безусловно, молодцы, и BWA, в принципе, тоже неплох. Но сегодня больше будет речь о том, какие экзотические решения мы принимали на нашем пути с разработкой BWA проекта и какие препятствия мы встретили. То есть думаю, что этот топик будет интересен тем, кто или планирует заниматься BWA проектом на Magenta Commerce Cloud или уже занимается. И какой конкретно бэкграунд нужен для лучшего понимания информации, которой здесь, в принципе, никакого. Если вы работали с Magenta Commerce Cloud, отлично. Если вы знаете, что такое BWA, вообще супер. Вот. И можно задавать вопросы в чате. Я в конце смогу пересмотреть, сейчас я чат не вижу, поэтому сразу отвечать не буду. И сможем обсудить, если там останется много времени. В первую очередь хочу рассказать вообще, как мы до такого докатились, почему мы решили идти с Headless, с BWA конкретно. Вот. И сейчас это очень популярный топик. Много есть причин за, про причины против обычно умалчивают, но их, я думаю, мы сегодня тоже вспомним. И как бы первая такая, первый reason, почему Cell, да, Google Lightspeed и PageSpeed Insight, они очень топят за BWA, что вот BWA это топ-рэнк в Google PageSpeed Insight, топ-рэнк это очень хорошо, никто не знает, почему. Правда, топ-рэнк там это хорошо, насколько это влияет на SEO. Ну, это хорошо, значит, давайте будем делать BWA. На самом деле нет, это не причина, потому что сам Google умалчивает о том, что их кроулеры иногда, нарываясь на BWA вебсайт, немножко обламываются в парсе JavaScript, вместо сайта получают просто парс-сервор или еще что-то подобное, и в итоге вы вместо проиндексированного вебсайта получаете дыкву. Вот. И поэтому все, в принципе, здесь не особо причина. Тренд. Да, возможно, возможно, тренд, потому что на самом деле BWA-сайт это хороший способ рассказать о новых технологиях, быть в новом, с технологиями идти и вообще, ну, как бы, изучить что-то такое, с чем не работали ранее. Но на самом деле самая главная причина была скорость, потому что мы можем взять стандартный Magento Storefront, мы можем его твикать, вечно твикать и дотвикать, в принципе, даже до неплохого состояния, он будет довольно быстрым, но мы никуда не уйдем от жирных JavaScript файлов, от жирных CSS файлов и вообще стандартного подхода, что мы должны грузить в гору HTML на каждой странице. А если мы еще возьмем в обнимание 3G, GPRS и прочие сети, то это, конечно, в общем, дальше мы не уйдем с этим. Всем поэтому BWA здесь дает реально хорошую возможность ускорить сам проект. И учитывая этот факт, что на проектах, с которым мы работали, где-то 95% пользователей, а не с мобильных устройств, это реально хороший экспириенс дает вот в плане скорости. И на тот момент мы рассматривали несколько уже готовых решений, то есть, к счастью, ничего не надо было писать с нуля, наверное, к счастью. И на то время уже были вот следующие салюшены, которые видно здесь. Они все по-своему хорошие, то есть нельзя сказать, что какой-то из них лучше, хуже. Каждый из них давал какой-то уникальный value нам, но мы решили идти с PWA Studio просто, потому что, если мы говорим про Magento, мы часто говорим про Extensibility. А если мы говорим про Extensibility, мы говорим про возможность взять какой-то модуль с Marketplace и установить, возможно, там немножко его где-то подвинтить, и вот у нас есть уже новый функционал. И мы можем с уверенностью сказать, что если мы используем View Startfront или Beauty, или похожие от Солюшенов, у нас вряд ли какая-то возможность будет в ближайшем будущем. Мы все равно должны будем что-то писать руками. А с Magento PID Audio Studio такая возможность есть фактически уже. То есть после шестой версии у нас есть некоторые наработки для этого. И какие же... Ну, в общем, хорошо. Мы идем с новым Startfront. Мы выбрасываем старый. Все, он нам больше не нужен. Мы ставим новый. Ну, и мы хотим, чтобы он, в принципе, что-то умел, чтобы пользователи могли что-то делать там. И что у нас есть из коробки в PID Audio Studio? У нас есть менеджмент контента. Отлично. Мы можем сделать фонпейдж. Мы можем подобавлять какие-то статические блоки. Мы можем сделать 404-ю страницу и еще что-нибудь. Мы даже можем использовать пейдж-билдер местами, что просто вообще шикарно. Вот. У нас есть каталог. Вот. Мы можем смотреть продукты. Мы можем браузить категории. Мы даже можем поискать что-то на сайте. Потому что поиск тоже поддерживается. Работает, в принципе, из коробки довольно неплохо. Вот. И пользователи также имеют возможность залогиниться, используя юзер, name и паспорт. И, да, и просто действовать от имени залогининого кастомера, а не от гостя. Вот. И еще у нас есть... А, да, все, больше у нас ничего нет. На то время это был весь функционал, собственно, который мы могли переиспользовать. И говоря о том, чего не было из коробки, много чего. Ну, на самом деле, очень много чего. Начать стоит с My Account секции, которая вообще не была разработана. Там были заглушки некоторые, но нету истории с заказом, нету возможности редактировать адреса, нету ревьюса, вишлиста. Ну, ничего нет. В общем, есть логаут-кнопка, все, все счастливы. Дальше сам чекаут, он вроде бы и был, но вроде бы и был совсем бесполезным, потому что на нем можно было сделать только то, что можно... И была форма адреса, где можно было убить все вручную. Был выбор из одного shipping-метода, который хардкодом был убит там. И еще был один payment-метод, brain-tree, в принципе, нам нужно было больше, нам нужны были купоны, нам нужны были полноценные shipping payment-методы. В общем, у нас там еще дополнительный был функционал, завязанный на чекаут, и того функционала, который был к виду в EA Studio, нам очень не хватало. Ну, про купон-коды, в принципе, я вспомнил. Плюс были еще другие вещи, которые мы потом допиливали наверх. Вот ревьюсы, кстати, хороший пример, да, для бизнеса этого проекта это было важно, чтобы были ревьюсы на странице деталей продукта, ну, их надо было, в общем, дописывать немножко сверху. И, в общем, мы на этом не остановились, решили, что отказываться от PWA мы не будем, от PWA тоже не будем, верно. И решили пойти просто таким путем, ну, что может первая в голову прийти? Давайте сделаем половину на PWA, а половину оставим так, как есть. Почему бы и нет? Ну, давайте, как бы, звучит неплохо, какие проблемы с этим есть. Ну, в принципе, есть проблемы, всегда есть проблемы, но мы как-то думали, что они будут немножко минорными, вот, и про них хочется поговорить дальше. То есть, как мы это видели, как это, в принципе, получилось, это у нас есть PWA, как я говорил, там уже есть какой-то функционал, у нас есть там каталог менеджмент, скажем, лендинг пейджи можно сделать, фон пейдж можно сделать, у нас есть поиск. Мы в первую очередь направляем визитера на PWA, вот, как только визитер добавляется, ну, решается с тем, что он хочет купить, добавляется в это в карты, идет на чек-аут, он попадает на стандартный нажатовский чек-аут. В общем-то, там заканчивает все, то есть там весь функционал, который у нас сейчас есть, он там до сих пор есть, он заканчивает и возвращается обратно на PWA Storefront, и если нам надо, там, допустим, ему надо тоже зайти в мой аккаунт и воспользоваться функционалом, там, посмотреть историю ордеров или там еще что-нибудь, мы тоже от него ради ракетим на стандартный аккаунт. То есть, по сути, мы держим 20 под Storefront, а PWA и стандартный нажатный. Что могло бы пойти не так? Первая мысль, какая сложность может быть, блин, нам же надо как-то сделать так, чтобы стили были одинаковые и там, и там, на PWA, и на стандартном Storefront, или хотя бы, чтобы они были похожи. Вот, да, мы думали, что это проблема. Сейчас мы думаем, а, стили, конечно. В общем, сделать это на самом деле не проблема, даже учитывая факт, что мы не можем переиспользовать в том виде, в котором есть стили на разных, скажем, системах, потому что там разное, там дерево, там вообще все разное, но, anyway, приложив некоторые усилия, это сделать можно, они будут очень похожи. Вот, но основная проблема становится тогда, когда мы посмотрим на структуру Magenta Cloud. То есть, если мы говорим о Headless, и кто знаком с Headless, он знает. Мы, допустим, в идеале у нас есть два главных компонента, Frontend и, ну, Backend API. Вот. И в идеале мы вложим наш Frontend на один сервер, а Backend API на другой сервер, и они коммуницируют через свой внутренний API. Вот. И, в общем-то, все счастливы. И на первом сервере, допустим, где у нас лежит Frontend, нам не надо каких-то там тяжеловесных аппликейшенов, Крона, PHP, в общем, нам даже в идеале веб-сервера, может, не надо, если у нас уже с этим всем справятся. Вот. А уже на сервере, где у нас аппликейшен сам лежит, сам Backend, там у нас уже более тяжеловесная, скажем, инфраструктура, база данных и прочее. И, соответственно, у нас разные могут быть и в идеале разные урлы этих двух нот. То есть сервер один – это, скажем, у него есть URL, по которому, ну, который индексируется, скажем, в Search Engine, по которому главный URL вообще проекта, ресурса, а API – это уже какой-то там внутренний URL, который служит для того, чтобы коммуницировать. А если мы говорим про Magento Cloud, у нас нету два сервера, у нас есть один сервер. Ну, у нас есть integration среда, staging среда, но если мы говорим про какой-то environment полноценный, это один сервер. Пускай он даже раскинут на несколько там нод и AWS, но это один сервер. То есть мы имеем один сервер, куда мы должны запихнуть, в общем-то, все. То есть мы должны запихнуть туда ноду, мы должны туда запихнуть Magento со стандартным стоп-фонтом и API, и мы должны сделать, чтобы это все каким-то магическим образом откликалось по одному углу, то есть чтобы наша система знала, обращаемся мы к API или обращаемся мы к PWA, и вообще куда это все надо роутить. Вот, то есть мы все это помещаем на один сервер, и кто работал с Commerce Cloud, может себе представить, что это не система, где мы просто можем установить все, что нам нравится, в общем-то, и сделать там настройку над веб-сервером, который нас будет роутить туда, куда нам надо. Нет, так не получится. У нас есть GitHub, вот, у нас есть кнопка Deploy, и больше у нас ничего нет. А дальше мы уже разбираемся, как с этим сделать. То есть это, с одной стороны, удобно, с другой стороны, дает нам много интересных челленджей. Про Request Router здесь я расскажу чуть позже. Так. И с такой инфраструктурой, в общем, я рассказал о том, как мы используем два компонента, ну, то есть Storefront стандартный и PWA. Вопрос, а как сделать это seamless, то есть для визитера, будь то гость, будь то кастомер, хорошо, пошел я на PWA, накидал продукты в корзину, меня зародиректило на стандартный Storefront, а у меня корзина там пустая. Ха-ха, почему? Мы знаем, как у нас, в принципе, работают сессии, я думаю, большинство из нас знают, как работают сессии на стандартном Storefront стандартной Амаженте. У нас есть куки, у нас есть HP-сессия, и окей, все, под эту сессию все привязывается. Ваш шопинг-карт, ваш браузинг-хистори, и прочие там вещи интересные, которые хранятся в сессии. Ну вот, если мы говорим про PWA, у нас там нету такого понятия, как куки. Ну, у нас есть, в принципе, понятие, как куки, но куки скорее используются для рекламы, чем для чего-то полезного. Вот, вся информация хранится в Local Storage, и в Session Storage, и, в общем, коммуникация с API происходит посредством прикрепления к каждому запросу Personal Token, то есть это OAuth Token, который инициализирует, вернее, не идентифицирует текущего пользователя. Вот, если мы работаем с квотой, мы генерируем квот ID, вот, который специально захешированный, и передаем его тоже с каждым запросом. То есть система работы с сессией, грубо говоря, если так мы ее можем назвать, совсем другая. Если мы просто сделаем радирак, соответственно, работать у нас ничего не будет. Поэтому нам пришлось здесь пойти на такую немножко отчаянные меры. Эта схема, в принципе, показывает, как это работает. То есть в двух словах. Мы разработали модуль на Magento, который позволяет, если у нас есть токен, который мы сгенерировали на PWA, вот, при уже когда пользователь все себе добавил в корзину и идет на checkout, отправляется запрос на Magento, вот, с этим токеном. Magento распознает токен, распознает, к какому пользователю принадлежит этот токен, или он валидный. Если он валидный и пользователь найден, тогда этот токен, получается, мы инициализируем сессию, обычную пич, пишем сессию, и идем на checkout, где уже добавлены в корзину продукты. То есть мы не добавляем эти корзины продукты, продукты в корзину, узнанного на пакенте, потому что при добавлении на PWA и StartFront идет коммуникация через GraphQL, и они в базе Magento в код они и так добавляются, то есть в базе они у нас уже есть, нам надо только распознать пользователя. С гостем немножко сложнее, там нету токена, но у нас есть захешированный карт ID, и мы можем отправить этот карт ID на Magento, распознать его, и к сессии подвязать, то есть инициализировать из базы данных шоппинг-карт, который принадлежит вот текущему гостю. Звучит просто, и на самом деле реализация тоже несложная, но идея, в общем-то, такая. Дальше вопрос, как это все настроить вообще на клауде, то есть у нас на клауде мы деплоим, у нас есть одна точка входа, и как же сделать там PWA. Здесь сложности особо тоже нету, если мы говорим про этот процесс как бы в вакууме, то есть если мы говорим о документации или о том, как это возможно сделать, есть документация, все это описано, и это очень просто делается, если мы устанавливаем сэмпл с дефолтной PWA студии, которая тянется через, со стандартного, скажем, через стандартный NPM source, проблем нету. Если же мы хотим это ставить со своего репозитория, то есть у нас есть наш PWA storefront, который лежит в нашем же где-то репозитории, там же начинаются сложности, которые не совсем очевидным образом решаются. Но, грубо говоря, решаются. Вот после некоторых усилий мы имеем полноценный проект, вот где, в принципе, структура может вот здесь, эта картинка ее показывает, то есть у нас есть стандартная Magento структура, у нас есть папка node modules, то есть в эту папку все собирается при команде npm install, которая запускается автоматом при деплойменте на клауд. Вот в итоге у нас есть две точки входа. Стандартный православный паб индекс PHP и второй – это node modules, папка нашего проекта dist.index.html. То есть две точки входа. Дальше, в принципе, становится органичным вопрос, как Magento, как Magento клауд, вернее, даже будет определять, а на какую точку входа закинуть в кваз. И происходит это в следующем таким, в принципе, очень прозрачным способом, не самым оптимальным, но прозрачным. То есть ничего не меняется, в общем-то, в процессинге реквеста, кроме редиректа, который делает сама Magento. Тут надо подметить, если вы не работали с PWA Studio, может быть не совсем понятен термин upword, который здесь проиллюстрирован. Аппворд – это часть PWA Studio, которая, грубо говоря, отвечает за роутинг. То есть внутри PWA Studio это сейчас отвечает, куда и как правильно роутить. То есть этот запрос, он к статическому контенту, этот запрос, он к GraphQL, этот запрос, он к странице. И вот, скажем, это такая надстройка перед роутером внутри PWA, который определяет, куда что надо направить. Вот. И есть отдельный модуль на Magento, который называется Upward Connector. Это модуль, который ставится стандартным образом, и фактически он добавляет дополнительный роутер в Magento, который определяет, куда надо зароутить, скажем, наш реквест. В Magento саму дальше кинуть ее по роутерам через фронт-контроллер, или зародирать, скажем, ее на индекс.html. То есть все просто. Вот. Мы устанавливаем этот модуль. В админке даже есть возможность указать, какие пути у нас будут роутиться в Magento. Например, админка наша. То есть в URL у нас один и тот же остается. Админка, допустим, в нашем случае, Checkout или My Account, вот. И все остальные у нас идут на pw. Проблема в том, что если, допустим, мы говорили про православный сетап Headless, у нас есть два сервера, в таком случае нам все это вообще не надо. То есть мы идем всегда на индекс.html. Если нам надо куда-то пойти в другое место, значит, мы идем на другой сервер. Вот. А здесь можно сказать, что вот этот вот flow, когда мы идем на индекс.php, у нас дальше Bootstrap, Run Application, Front Controller, Loop, остальное. То есть это порядком медленно. Вот. Пока как бы альтернативы нету, но не все так страшно, потому что такой запрос мы делаем, грубо говоря, только один раз при самой первой загрузке страницы. То есть мы загрузили, в общем, наш Application Shell, он загрузился. Вот. Потом, когда мы уже открываем последующие страницы все, тогда у нас это все происходит через GraphQL-запросы. То есть вот это вот вся... Весь этот процесс уже не запускается. То есть все уже внутри PWA Application, все там лаконично, и этих трамоза уже нет. Вот. И дальше. Следующий челлендж интересный, который мы встретили, это очень неочевидная вещь, но очень интересная. Кто работал с Commerce Cloud, знает, что деплоймент процесс происходит фактически в два стейджа. Первый – это build, второй – это deploy. На build стейдже происходит сбор, скажем, всего, что надо задеплоить, то есть готового аппликейшена, то есть Composer Install, там компиляция, еще что-то, можно вынести сборку статического контента, прочего. И на deploy уже непосредственно стейджа просто осуществляется перенос того, что мы собрали, на реальный план. Но проблема в том, что на build стейдже у нас недоступны environment variables вообще. То есть мы не знаем, для какой среды мы делаем build, по большому счету, на этапе build-а. Если для Magento стандартной, скажем, структуры, это не проблема вообще, потому что на build этапе не надо знать, для чего мы build-им, мы просто build-им с той ветки, которую нам дали, и все, больше нам знать ничего не надо. На deploy мы потом подхватим environment файл, и в нем уже будет все нужное прописано. В случае pwis все с точностью да наоборот. Когда мы имеем скомпилированный JavaScript application, он ни с каких конфи-файлов ничего не тянет. Все урлы, все за хардкодом вбито уже внутри. То есть, когда мы build-им наш application, у нас есть environment файл, в этом environment файле описано, на какой URL на API надо стучаться. А когда мы уже это все собрали, соответственно, он в этом JavaScript. Но если мы собираем разные build-им для staging environment, для integration environment, для dev environment, для production environment, на этапе build-а мы не знаем, какой URL нам надо захардкодить туда. И проблема вроде бы такая вот минорная, но чтобы ее решить, нам пришлось, скажем, переписывать немножко сценарий build-а. Там есть сейчас возможность в последних версиях джанта клада писать свои сценарии, дипломы по сценарии build-а и добавлять там много чего своего, но, скажем, не скажу, что мы решили до конца эту проблему, но мы ее решаем. И еще такая довольно интересная проблема была и есть, и мы тоже с ней немножко боремся сейчас, это как побороть Service Worker на стандартном, скажем, стандартном Magento Store Frontier. Кто не знаком с понятием Service Worker, это часть PWA-аппликейшена, которая работает на стороне браузера, то есть фактически это оркестратор вашего PWA-аппликейшена. Вот он решает, откуда брать данные, куда их отправлять, он отвечает за кеш, и, в общем, это, скажем, часть, которая связывает JavaScript PWA-аппликейшена и ваш браузер. И на этой иллюстрации видно, что фактически это такое что-то посредине между API и тем, что крутится в браузере JavaScript-ом всем. И проблема в том, что если мы переходим с PWA на стандартный checkout или на стандартное что-либо, у нас остается сервис-воркер зарегистрирован в браузере. И он пытается запроцессить все линки, по которым мы кликаем. Если первый раз мы на что-то кликнем, будет все нормально, он даже попытается что-то закешировать. В следующий раз, когда мы кликнем на линк, он попытается его запроцессить, и, скорее всего, у нас получится что-то совсем непредсказуемое, потому что с 99% вероятности работать это не будет. То есть сервис-воркер классический, который настроен под PWA, он не будет работать с стандартной, скажем, структурой веб-аппликейшн. Вот. И это же сразу заметно, если мы, допустим, пойдем в админку и где-то в параллельной вкладке откроем PWA-страницу, скорее всего, что-то одно из них работать не будет. Вот. Поэтому как решение мы пришли к тому, что мы, когда отправляем пользователя на стандартный storefront, мы, скажем, suspendим сервис-воркер, а после того, как возвращается он назад, мы его возобновляем. Благо, браузер позволяет такое делать, скажем, не совсем стандартный подход, но иначе просто наша Magento в стандартном виде после PWA просто отказывается с нами работать. Да, я еще, в принципе, мог бы долго об этом рассказывать, но постарался коротко изложить самые такие челленджи, которые были и какие выводы мы для себя сделали. То есть я хочу просто подметить, на каком этапе мы, на том этапе, что мы планируем релиз в ближайшем временем, мы планируем в релизе таки использовать вот такую смешанную систему PWA и стандартного мы на данный момент дописываем свою версию чекаута, чтобы не изменить стандартный потом PWA чекаутом, потому что там он немножко специфический для проекта будет. Вот. И по поводу вообще PWA и Magento Cloud мы не отказались от идеи. Это возможно. То есть Magento Cloud структура еще не совсем до конца заточена под PWA Application. То есть уже довольно хорошо, но недостаточно. Думаю, что до конца этого года ситуация поменяется, потому что если мы посмотрим roadmap, там уже есть хорошие планы по оптимизации клауда и PWA. Но просто хотелось бы поделиться всем, чем я сегодня поделился, для того, что тот, кто захочет попробовать это дело, просто знал, что есть некоторые подводные камни, которым стоит быть готовым заранее. Да, всем спасибо большое и я думаю у нас осталось время на вопросы. Я с радостью отвечу. на самом деле куча вопросов, поэтому если не против, я буду самое интересное выбирать, сейчас выбираем и встречать. Первый, тут несколько раз был вопрос по SEO и по SSR. может расскажешь, как там все устроено на проекте и расскажешь эту помощь в группе. Я на самом деле, это очень интересный вопрос, я бы сказал, это даже провокационный вопрос, и я ожидал его услышать в самую первую очередь. Сейчас есть две категории, скажем, борцов. Первая, которые топят за сервер-сайт рендеринг, вторая, которые говорят, что почему сервер-сайт рендеринг. У первых, есть аргумент скорость, и в принципе это хороший аргумент, во вторых, есть аргумент, что это лучше для SEO, но если мы говорим про SEO, никто не может сказать сейчас наверняка, что сервер-сайт рендеринг лучше для SEO. Это в принципе такой вариант, чтобы себя застраховать, да, может быть какой-то байду или еще какой-то кроулер не очень умеет JavaScript, это вероятно. Но если мы говорим про какие-то более такие продвинутые search engines как Google, Bing, даже Яндекс и прочее, они очень хорошо умеют JavaScript, и они сами говорят, что вам не нужен сервер-сайт рендеринг, это было то, что в прошлом пока мы не умели, вы должны были это делать, но сейчас вам эти костыли не нужны. И в принципе это правда, и если вот кому-то интересно это проверить, или ваш PWA сайт, или там просто single page application будет нормально восприниматься кроулерами, есть неочевидный сервис, как можно это проверить, это Google Mobile Friendly Check. То есть Google Mobile Friendly Check это штука, которая использует под капотом фактически тот же алгоритм, который используют кроулеры, и он даже показывает, как потом рендерится ваш сайт. И этим можно хорошо проверить, есть какие-то нюансы у вас с тем, чтобы кроулеры воспринимали сайт или нет, но если у вас с этим есть нюансы, вы не будете знать, в чем конкретно. То есть в чем ошибка, вам эта система не скажет, она просто покажет, что у вас просто страница поломана, вот и все. Да. Ну и конкретно мы, извини, Леша, что я говорю, конкретно мы не делали сервер-сайт рендеринг, мы решили просто, скажем, придерживаться классической структуры, потому что сама PWA Studio, она позволяет сделать сервер-сайт рендеринг частично через master-темплейты, но после, скажем, бурных дискуссий с самими разработчиками PWA Studio просто все пришли к выводу, что сервер-сайт рендеринг пока не будет частью флоу PWA Studio. Да, супер, Ярик, спасибо. Еще один вопрос по Google PageSpeed на мобильном сайте. помнишь сколько там получилось выбить? На Google PageSpeed Insight если мы берем, мы конкретно этот проект еще не проверяли последние последние, скажем, декломенты, которые мы делали, но в самом начале, когда это было просто чисто PWA Studio, у нас получилось получить 100, потом у нас получилось получить 90, а сейчас 90 это было последнее, что мы проверяли. Круто. Я смотрю, там был вопрос о том, что продолжение темы сервер-сайт рендеринг, что я говорил, что Google может обломиться и он на самом деле может обломиться от JavaScript, но скажем, есть просто нюансы, которые не очень хорошо воспринимаются Google, нету well-known нюанса, и Google про эти well-known нюансы тоже ничего не говорит, но порой мы просто можем посмотреть, вот мы сделали билд, все окей, сделали следующий билд, сделали третий билд и все, и просто кроулер не грузит нашу страницу, и вроде бы в браузерах все окей, а кроулер не грузит, и мы не знаем почему, мы долго догадываемся почему, вот, здесь как бы вот такой нюанс, что сервер-сайт рендеринг это 100% гарантия, что все будет окей, но вот с JavaScript в большинстве случаев все будет хорошо, но может что-то пойти не так. и да, тут еще вопрос в сторону multi-website и да, насколько я знаю на проекте сейчас нет multi-store и вообще если это будет планируется ли это и как это будет тогда реализовано если будет? multi-store нету сейчас, к сожалению, то есть полноценного, но его не очень сложно в общем-то сделать, смотря что нам надо от multi-store. если нам надо разные currency без проблем с небольшим скажем effort от developer frontend это можно сделать, если нам надо скажем разные языки немножко сложнее, но тоже возможно. Если уже нам надо мы говорим про разные inventory и более сложные разные каталоги и прочие такие вещи это уже еще посложнее опять же возможно GraphQL то есть со стороны GraphQL это все поддерживается мы можем передавать нужные store ID и получать результаты для store ID остается вопрос как это реализовать все на frontend то есть пока это все можно сделать кастомно по roadmap если я не ошибаюсь и W studio команды есть план сделать это на протяжении Q3 этого года но то есть если нам надо какой-то простой функционал от Multistore как я назвал это пускай это не пугает это несложно реализовать круто еще один вопрос по тому кто принял решение использовать Cloud и вообще почему используется Cloud Magenta Cloud на проекте и тут еще был один или несколько вопросов про AWS то есть наверное Magenta Cloud против AWS чистого какие там плюсы минусы и какие там вопросы на самом деле очень глубокий вопрос но я отвечу коротко Cloud мы использовали на этом проекте до этого то есть исторически так сложилось что Magenta в классическом виде у нас крутилась на Cloud в порядке ну изначально скажем как только этот проект появился на Magenta он был на Cloud вот и поскольку мы чувствовали себя в принципе хорошо с Cloud мы решили не двигаться в каком-то другом направлении при AWS а просто продолжить с Cloud то есть коротко так да еще людей интересуют почему в принципе с PWA мне показалось что ты раскрыл ответ на этот вопрос в начале докладно возможно еще каким-то мыслями поделишься почему было принято решение идти с PWA и да вообще какой был процесс принятия этого решения ну в первую очередь опять коротко потому что мы хотели сделать быстрым сайт на медленных сетях и мы уже сделали быстрый сайт на медленных сетях со стандартным старфрентом но PWA показал что это может быть как минимум раз в 4-5 быстрее вот и да ну и поскольку у нас уже есть какой-то toolkid и не надо его писать с нуля мы решили идти на PWA да да извини я последний наверное вопрос позвучу тут тоже несколько раз метала про принципы ресурсов которые были потрачены на проект и время и человека часы дни там надо посчитать на самом деле сколько часов было потрачено но грубо говоря могу сказать что мы делаем это этим занимаются на постоянной основе 3-4 человека вот мы это делаем уже 3-4 вот и или выгодно это мерчанту тут вопрос очень хороший потому что бизнес value PWA должен быть очень конкретным кроме как просто потому что это круто дело дело в том что на проекте с которым мы работаем там идет очень сейчас на данный момент идет очень сильная кастомизация скажем user journey то есть фактически переделывание вообще Magento Flow как она дает возможность покупать продукты на кастом включая чекаут который будет частью этого всего и просто мы посчитали что используя текущий React Toolkit на PWA Studio нам будет это быстрее сделать как минимум раз в пять чем перепилить Magento стандартный Storefront и весь лоялт под это дело и еще используя при этом стандартные Magento UI компоненты нокаут GIS и все прочее то есть отвечая на этот вопрос да выгодно выгодно в итоге просто такой весь кастом делать уже не на стандартном Storefront а на чем то что более гибко кастомизируется быстрее да и последняя 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 вак уже к этой же теме состав команды я так понимаю тут менеджера QA а про как выглядел портрет фронтенд девелопера был ли это Magento фронтенд девелопер который научился или React разработчик который первый раз Magento увидел то есть как это история то есть ее в основном занимались фронтенд девелоперы которые были Magento фронтенд девелоперами и были знакомы с React некоторые не были знакомы с React вообще то есть уже по ходу дела ознакомились с этой технологией но это в основном Magento давал опору бэкэнд фронтенд Magento давал опору и скажем никого кто не работал с Magento до этого и никого кто работал исключительно с React долгое время твое мнение это вообще возможно работать с таким проектом без серьезного опыта работы с Magento до этого думаю да в этом еще одно преимущество что на самом деле технологии разделенные и человек который абсолютно не знаком с Magento может вполне работать с торфонтом единственное что ему надо знать какие данные возвращают Magento и какие данные можно добыть оттуда ну и как бы e-commerce в целом было достаточно супер да спасибо большое за тое время и за интересный вклад всем напоминаю что у нас сейчас по-моему 10 минут есть чтобы присоединиться к публичному нитборкингу или к нитборкингу one-on-one да я переслаб тебе еще раз спасибо и до встречи на следующих сессиях да всем спасибо ребята спасибо 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 Продолжение следует...